На фоне распространения коронавируса в интернете и мессенджерах появляются ложные сообщения на эту тему. Участились такие фейки и в Армавире. Горожане считают, что подобные сообщения очень вредят социальной обстановке. Она создает хаос в обществе. Вот и все. Это уже плохо. А хаос может порождать что угодно, вплоть до социальных взрывов. Запуганные смотрят, друг друга перекидывают ватсапом, мессенджерами этими. Что вот, смотрите, там с продовольствием какая-то проблема. Хотя все прекрасно знают, в любой магазин зайди, все нормально, спокойно, все есть. Когда такая информация выходит с интернета, с сетях распространяется, люди еще больше волнуются, еще больше попадают в депрессию, в панику. Те, кто распространяют ложную информацию, преследуют разные цели. Кто-то хочет увеличить свою популярность в социальных сетях и заработать денег. Кто-то выдает это за безобидный розыгрыш. Некоторые сами верят в то, что говорят. В любом случае это недопустимо. Когда страшилки рассказывают, я думаю, что это плохо. Это психологическая атака тоже идет, это очень нехорошо. Например, я не знаю, как для кого, для меня плохо. Зачем голову забивать ненужными? Как бы все прекрасно понимают, что творится, но зачем просто нагонять панику? Это очень категорически плохо отношусь. Паника плохо. Плохо паника. Зачем это нужно? Это лишняя нервотрепка ничего не даст. Некоторые граждане не знают, что распространение ложной информации – это правонарушение. За него предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Корожане поддерживают введение наказаний. Я считаю, что это правильно. Так и надо. Чтобы люди чувствовали за собой ответственность. Если не наказывать, это дальше будет распространяться, причем в жесткой мере. Смотреть, как другие стороны наказывают, как там рублем карать. Чтобы это ощутимо было. Честно надо наказывать. Потому что действительно человек боится. Мы и так всего боимся. Нас еще тут подстегивает неизвестно чем. Размеры штрафов за фейки внушительные. Для граждан они установлены в пределах от 30 до 400 тысяч рублей. Для должностных лиц от 60 до 900 тысяч рублей. Для организаций от 200 тысяч до полутора миллионов рублей. Армавирцы уверены, что наказание справедливо. А некоторые считают, что этого даже мало. Сейчас нелегко людям. Люди волнуются и так далее. Напряженность надо, чтобы показать. Кого-то, понимаешь ли, прилюдно выпороть. Вот и все. В следующий раз будет людям неповадно заниматься этими глупостями. Достоверные сведения можно узнать на официальных сайтах органов власти, министерств и ведомств в официально зарегистрированных средствах массовой информации. Влада Волошина, Евгений Халманских, служба информации телеканала 360 Армавир.